Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я, Идот Петер. И сегодня по пути на работу жена меня попросила купить апельсинов. Она делает из них сок апельсиновый и пьет такой здоровый сок. Как немцы говорят, гизунт. У них тут все био, здорово все. Ну, в общем, это их даже турки называют био-дойче. Так вот, пока я ехал, в голове у меня промеркнула мысль, что надо использовать каким-то образом. То есть я думаю, что каким-нибудь одним жена пожертвует, в конце концов, да? И я вижу уже вашу улыбку. Дело в том, что понятно, я и сам заглянул на стоки, посмотрел апельсины, говорит, мать мущая, я не знаю, грузовые, наверное, эти пароходы, там барыжи этих апельсинов. И я так подумал, значит, надо сделать что-то такое, чтобы выделиться немножко, да? Это значит, надо делать концепт. Надо делать концепт. И вдруг мне пришла в мысль, что у меня есть такая машинка картофельная, да? Которая может сделать такую длинную шкурочку. Это уже то, что у меня выделит, да? А потом я так подумал, что хорошо бы, допустим, придумать что-то такое, допустим, как я себе представляю, что вот я сейчас возьму этот апельсин, сделаю такую с него, кожуру сниму. Он сам по себе станет декоративным, как я предполагаю, да? Потом я возьму стакан, налью соку туда оранжевого и как-то постараюсь соединить. Вот с помощью этой кожурки я хочу соединить этот порезанный такой вот таким винтовой апельсин и добавить немножко зелени. Тут тоже встает вопрос. Дело в том, что в одном из комментариев мне уже сказали, что, а чем заменить то, а чем заменить это? Имеется в виду листья, да? Допустим, где ты берешь такой. Я вот сейчас вышел на улицу и вот нарвал тут. У нас лавровые деревья растут. И у них листва такая же кожистая, похожая очень. Единственное, что у них здесь неровные края. У лепельсинов они более ровные и на каком-то черенке они держатся. Но черенок не проблема. Я тут в последнее время очень много фотографировал всяких кустов. И поэтому черенки у меня тут кругом валяются. Поэтому я так подумал, что ничего не стоит на пути вот этой концептуальной работы. Кстати, я сразу скажу, что это будет не первая и не последняя работа. Я думаю, там дальше. Но сегодня мы с вами давайте вот так перед праздничками вот так расслабимся и сделаем. Что меня немножко волнует, что консистенция внутренняя апельсина, она не такая плотная, как у яблока или у картошки. И я боюсь, что она будет проворачиваться. Поэтому придется приложить какие-то усилия, может быть, самому крутить так. То есть для мужчин, у кого таких нету, у женщин нету, да, у вас таких, кстати, нету, можно взять, заточить стамеску так, есть такие полукруглые, и так аккуратно снять. Или раньше мы делали, ну сейчас где их возьмешь, эти перья такие, знаете, школьные перышки, тоже затачивали, и из них можно было делать такой инструмент. Я думаю, что это возможно. Ну, во всяком случае, давайте посмотрим, как это будет происходить. Эксперимент. Так, какой стороной лучше? Вот этой, наверное. Так, я отодвину сейчас резец. Вот так. Теперь мне надо его подвести в эту сторону. И начать. Так, стружка пошла. Стараться, чтобы они более-менее ровную полоску оставляли. Не заезжали друг на друга. Русские ребята, они башковатые все, в массе своей. Я думаю, что каждый из вас найдет какое-то свое решение, как сделать вот такой рисунок и получить такой ребристый лепельсин. Такой ребристый лепельсин. Лепельсин мне и нужен. Теперь наша задача будет создать черенок. Ну, это, я думаю, что небольшая проблема. Вот так. Так. И к нему какой-нибудь листик прикрепить. Так. И вставлю сюда листик. Ну, и мы получили что-то такое на поболее настоящего странного апельсинчика. Кусочек оргстекла. Такой где-то. Погрызочек есть. Потому что я хочу сделать небольшие отражения здесь. Чтобы были. Так. Протрем. И поставим наш шедевр вот сюда. Пока. Так. Далее проверим стакан. Некоторые люди предметные работают с перчатками. Но я как-то не люблю. Мне неудобно просто. Конечно, наверное, интереснее работать так. Хорошо. Вот стакан. Где сок? Вот сок я приобрел. Так. Нальем соку. Да. Так будет достаточно. И вот здесь я сейчас попробую. Можно, мне кажется, различные завитушки делать. Вот что я хочу. Чтоб напоминало как бы немножко провод. Так, да? Такой шлангопровод. Вот так, чтобы красиво это все было. Это вот сюда. Это заведем сюда. Как бабушкин клубок прямо. Так. Ну и возьмем листочек в унисон положим еще сюда. то есть таким образом создали небольшую композицию, где центр сейчас стакан потом идет. Я сейчас посмотрю, в какую сторону лучше сделать листочек, чтобы был. И вот тут мы как бы за счет вот этой красивой кружевной штуки тоже создали. То есть вот она такая. Хорошо. Сейчас я посмотрю со стороны камеры и можно будет уже фотографировать. Так, все правильно. Листочек идет сюда, создавая вершинку пирамидки. Так. Отлично. Тут я думаю, что можно как-то поинтереснее немножко это сделать. шкуртка мне кажется это позволяет так. Все, мне кажется нормально будет. Так, я оставлю ту же схему, по которой в прошлый раз фотографировал здесь щетки. Единственное, что я подвину сюда поближе этот фон. Почему? Потому что я хочу в этот раз сузить отражение в стакане. Сейчас я посмотрю, чтобы они были поменьше. А для этого мне надо будет подвинуть поближе. Так. Сейчас подвинем. Хорошо. Так. То есть справа от меня стоит слева стоит сутбукс, слева стоит чуть-чуть подсвечивая стрип, можно, как я уже говорил, здесь просто поставить отражатель и все. Ну, давайте пока так попробуем, что получится. Итак. И раз. Готово. После того, как я немного поработал в фотошопе, получил вот такую картинку и она мне в общем-то нравится. Она немножко странная, естественно, она странная. Она похожа чем-то на мою свеклу. Помните свеклу? Вот она. Так вот, ребята, ее не только приняли на стойке, ее еще купили и купили в Японии. Ну да, они еще те извращенцы, это понятно. Но то, что она нашла своего покупателя, и я надеюсь, что вот эта работа сделает то же самое. Ну а сейчас я пошел думать над следующим концептом, которым, конечно, вас тоже познакомлю. А пока всего доброго, творческих успехов, пока! Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова